Видео с дагестанскими детьми вызвало широкий резонанс среди пользователей Инстаграм. В ролике ребята пятилетнего возраста в специальных перчатках боксируют друг с другом. Взрослые выступают в качестве судей и зрителей. Носит ли эта сцена воспитательный характер или все же наносит увечья физическому и психологическому здоровью детей, выяснял Гамзат Нурмагомедов. Гонду, время пошло, бой начался, все как в профессиональном боксе, только без ринга и проходит он на улице в дагестанском селе Зубутлими Атле. На видео дети пяти-шестилетнего возраста без специальной экипировки бьют друг друга по голове. Один, второй, третий удар, ребенок падает на землю. Взрослый человек, который выступает в качестве судей, приходится ребятам родным дядей. После легкого нокдауна он считает до пяти и призывает ребенка к бдительности и внимательности. Бой продолжается, дети наносят встречные удары, так что у них откидываются головы. На видео видно, как один из парингующихся измотан и просит передышки. Это было просто как бы хоревнование, что ли, такое, спонтанно придуманное. У меня сосед занимается боксом, у него дома были перчатки. Ну, так придумали, так для себя. Дети тоже там захотели, поэтому спонтанно придумано было. Подобные бои, но уже в формате ММА, что еще опаснее в плане нанесения травм, однажды проходили в Грозном Нахмат-арене. Юные участники, как и предполагает жанр состязаний, сражаются с недельской жестокостью. Сразу после боев, показательных, как затем выразился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, легендарный бой смешанных единоборств Федор Емельяненко раскритиковал подобные увлечения. Поединки проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей. Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА. То, что происходило вчера на турнире в Грозном, недопустимо, а тем более это нельзя оправдывать. Я смотрю в Дагестане особенно, детей как бы заставляют между собой, как бы перчатки одевают, драться. Вот эти моменты, это очень неправильно, потому что ребенок может получить внутричерепную травму, не зная уже родителей, он будет так же расти. Потом уже в переходном возрасте или еще позже уже может возникнуть проблема. Российская Федерация смешанных боевых искусств назвала детские бои без правил неприемлемыми. Однако тренировать детей и устраивать подобные спарики, как в случае с дагестанскими детьми, психологи считают допустимым. Но только при соблюдении всех правил безопасности. Другое дело, если это снимают на видео и выкладывают в интернет. Если это неподготовленные бойцы и они вцепились, то один из ребят может проиграть и он может заплакать. А заплакать при всех, мальчик при всех заплакал, для него это травма. Плюс еще над ним могут посмеяться обычные ребята и сказать, что ты слабак. Это вторая травма. Плюс еще он придет домой и там родители скажут, ты что, это проиграл бой. Это третья травма. А если это еще снимут на видео и распространять, там вообще травма большая. Потому что это же позор такой распространяется. Поэтому в целом, если этот ролик не распространять или распространять грамотно, с объяснениями, он не вызовет такую волну. Если же так, как сейчас это происходит, безусловно, вызывает общую фоновую агрессию. Пользователи соцсетей разошлись во мнениях относительно подобных спаррингов. Одни поддерживают такое, а другие выступают против. Для пацанов это куда лучше, чем балет и танцы. Мои без перчаток дерутся так целый день. И ничего. Воспитывают боевиков, учат жестокости и дракам с раннего детства. Мы покажем сейчас видеоролик, где дети боксируют друг с другом. Ваше мнение, стоит так воспитывать, не стоит так воспитывать? Вот посмотрите, пожалуйста. Можно, но, наверное, в пределах нормы все же таки. Борщи не надо с этим. С малых, мне кажется, лучше не делать этого, когда они сами решат, пускай они сами решают, куда пойти. Мне кажется, что приучать не стоит людей. Они потом вдруг жестокими вырастут, кто знает. Можно, если воспитание будет хорошее? Мужчину надо приучать все-таки. Не чтобы для находения, а для того, чтобы для самообороны, и чтобы для защиты, чтобы из него нормальная машина выросла. Все привлеченные эксперты сходятся во мнении, что детей необходимо приучать к спорту и здоровому образу жизни. Но это не должно переходить грань дозволенного. Дети не должны стать как психологически, так и физически сломленными. Ведь эти травмы могут сказаться в будущей жизни. Единоборство всегда считали жестким видом спорта. Поэтому родителям и взрослым в первую очередь необходимо позаботиться о физическом здоровье и умственных способностях ребенка. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.